Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров. Отправляемся на третий игровой день с Каленкоупен, обсуждаем, подводим итоги кругового турнира. Итак, напомню, что 8 лучших мест по итогам кругового турнира квалифицировалось в нокаут, где уже сегодня начнутся четвертьфинальные поединки. Магнус Карлсон будет играть Санни Шенгири, Накамора, соответственно, Спашхе, Со Раджабов и, не помню, Чаранян. Это, безусловно, крайне интересное состязание, противостояние, как угодно можно называть. Ну, а мы подведем итоги сегодняшнего дня. Ферруд же, конечно, не вышел, и для многих это большое разочарование, вполне возможно, и для него самого. Однако, он очень много зевал, я скажу честно, и я смотрел его партии, очень много прозевал тактики. При этом мог блестяще выиграть совершенно и блестяще также проиграть. Ну, вот одна из этих зарисовок как раз-таки случилась с Накамурой, где классический вариант каракана, который знает старый Влад. Ну, и, в общем-то, ход слона Ф4 долгое время казалось беззубым из-за ферса А5. Неожиданно Накамора пошел на этот вариант. После С4 Ферруд же отреагировал Ферз Б6, что гораздо реже встречается, нежели Ферз С7 с идеей Б5. Но вот после Ферз Б6 слон С3 последовала, в общем, такая неспешная, неторопливая позиция. Черные не испугались открытия линии Б, то есть у них очень крепкая позиция без слабостей. И в целом, наверняка, Ферруд же это все устраивало. Тем не менее, устраивало, возможно, это и Накамуру. Провели С5, в общем-то, грамотно вроде как поставили коня на Б6. То есть блокада определенным образом с давлением на центральные пешки. Черные выполняли все логичные действия. Но Накамура умеет поддержать напряжение, конечно, и напрячь противника невероятным порой образом. Итак, все фигуры у белых в центре. И удивляет, конечно, реакция Ферруд же в этой ситуации. СД-СД. И вот следующий ход вполне возможно. Будь Ферруд же в Советском Союзе на школе Ботвиненко. Я думаю, что его бы точно не погладили по головке. Итак, он осуществил феноменальный совершенно ход для такого топового шахматиста. Это ход ТФ5. Ход, конечно, антипозиционный, потому что даже если он приносит какие-то конкретные достижения, что вообще-то сказать крайне сложно, безусловно, проблема остается сразу же с королем. Ну, про пешку Е6 я даже не говорю. А про коня Е5 тем более. И Накамура, конечно, наверняка удивился. Сыграл, естественно, конь С5. То есть максимально агрессивно сыграл. И мы видим, что давление, то есть пешка с Х5, с конем на Е5 вокруг короля очень часто плетут эти матовые сетки, матовые клетки, как угодно их можно называть. И у черных всегда эта проблема, этот конь на Е5, который доминирует в центре. То есть так или иначе у белых даже без пешки А2 будет все равно очень мощная компенсация. Ну вот, Ферруджа решил скрасить, так сказать, сгладить вот это вот давление белых. И Накамура наседает ходом А4. Классный ход. То есть грозит ход А5. Пешка на Б7 провисает. Здесь он дрогнул буквально моментально. Взял-взял. Подумал, что все, в общем-то, намази. Сейчас поменяемся на Д8. Смахтем ладьи. Отдам на Б7. Поставлю вечный шаг. И, в общем-то, будет рыба. Но нет, рыба не стала неожиданно, потому что Накамура нанес удар на Б7. И неожиданно выяснилось, что тяжелейший Эншпиль возникает практически форсированно. Ферзь обязан, по сути дела, забирать на Б7. И после этого возникает такая вот упаковка славная. Грозит ладья А8. Приходится играть Ферзь С8. А здесь переход в Эншпиль, где пешка С вырезает коня С8. И черным очень тяжело здесь активизироваться. Так как пешечный Эншпиль совершенно безнадежно. Пешка H держит в пешке G и H. Пешка F держит в пешке E6 и F5. А пешка С является проходной. Ну и, в общем-то, здесь после недолгих таких вот движений, ходы черных практически завершились. Угрожает ход коня Ф8. Ферзь же дернулся. Ну и после этого был просто раздавлен. Классная партия. Несмотря на то, что казалось бы все так просто. Ну вот, такие вот ходы, как F5, это, безусловно, большие ошибки от больших мастеров. Такое тоже случается. Так, ну и вторая партия, которая, безусловно, заслуживает очень серьезного внимания. Это партия... Так, прошу прощения. Да, Раджабова. Тимур Раджабов играл против Сергея Корякина. Многострадального Сергея. Я уж извиняюсь, что такое говорю, потому что Сергей, конечно, просто не шла игра. Вот буквально вчера мы его хвалили, но третий день опять произошел провал. Ну, а Раджабов блестяще совершенно пока выступает. Мне очень нравится, как он нацелен именно на борьбу. То есть, видно, что заряжен показать свои лучшие качества. И, конечно, очень жаль, что его не хватает, явно не хватает, в том мире, претендентов. Видно, что он готов очень хорошо. Итак, была разыграна, в общем, стандартная такая вот ферзевая гамбитная структура, где у белых определенное давление. И вот входом ферзь Б3 белые немножко подцепили черных. Здесь черным стоило задуматься и найти очень важный ход ферзь А5, который не позволяет белым установить вот эту ферзя на важное поле А3. Очень сильный перевод ферзя на А3, где ферзь контролирует ряд полей, в частности, слабое поле Д6. Ну и, в общем-то, черные в пассивном положении вынуждены терпеть А6 в А3 Д1. Очень хорошая концентрация на доске у белых. Все фигуры уже готовы предпринимать дополнительные действия. Ну и Сергей пытается вот в своем стиле таком немножечко периодически пассивном, но все-таки держаться и балансировать вот на таких вот минимальных минусах позиции, пытаясь сгладить вот эти вот шероховатости. Однако Раджабов находит интересный маневр коня А5, переводит коня на Д6, очень мощное поле для коня, он здесь доминирует практически над всей доской. И вот в этой позиции после ладья Д8 белых стоило, наверное, предпочесть конь Е4, ослабляющий, прошу прощения, королевский фланг. То есть, ну, в этом случае, конечно, черные бы в какой-то момент поставили бы слона на Е8 и терпели бы дальше, но поле С5 тоже никто не отменял. Последовал ход Б4 и последовал ход ладья Б1 с идеей Б5. Такая силовая манера Тимура проведения, такой вот план он провел. И, в общем-то, интересная ситуация была. Коряхин не стал играть А5, хотя ход был возможен. После АБ конь Б5 возникла достаточно интересная позиция, которая требует вообще отдельного внимания и чуть большего времени для ее обсуждения. Здесь, несмотря на то, что белые фигуры занимают такие, в общем-то, мощные позиции, и черный ферзь, кажется, является проблемным, как сказать, проблемным объектом, то есть объектом атаки, в том числе мы видим, что ладья, может сказать, ферзь стоит под рентгеном, черные все-таки могут играть хладнокровно С6 и держать эту позицию совершенно феноменально. То есть никаких отскоков, приводящих к каким-то конкретным дивидендам или что-то еще нет. То есть вот таким вот ходом хладнокровным Сергей мог держать эту позицию. Однако здесь очень сложно делать ходы в таких ситуациях. И первый же такой ход, который, казалось бы, немножко сдерживает вот эту вот активность или пытается, опять-таки, избавить эту активность, конь Е8 оказался ошибкой. Ф4 очень мощный ход. То есть мой мощнейший ход, давление на коне Е5, и координация белых достигла по гей. Ладья А8 пришлось сыграть и ферзь С3. Ферзь С1 был чуть сильнее, но после слона Б5, ладья Б5, это был, по сути дела, решающий зевок. Почему решающий? Потому что, скажем, даже если не ладья Б8, а черный конь уходил в район поля Ж6, то белые бы наносили удар на Ф7. После короля Ф7 следовало бы шаг. Раз-таки эта тренгеновская идея заканчивала бы партию мгновенно. Но, как я уже сказал, после ладья А8, ферзь С3, взятие на Б5, на это являлся ошибкой, потому что после ход ладья Б5, ферзь С6, именно на этот ход Сергей возлагал надежды. Однако Раджаб находит промежуточный ход ладья С5, и выясняется, что черный без защиты вынужден отдавать ферзя. И здесь очень качественно провел добивание Раджабов, подвел всех все, что надо, улучшил позицию, опять-таки, всех своих фигур. И в итоге принудил, можно сказать, к сдаче вот в следующей позиции. То есть совершенно безнадежная концовка оказалась для Сергея. Ну что же, вот такие две зарисовки из третьего игрового дня. Смотрим за Skidding Open. Оставляем комментарии. Более того, я вам приготовил еще небольшую позицию для того, чтобы вы что-то решили, вот в этой позиции после хода с Луне 3 у Антона Гехарова против Сергея Корякина возник шанс на спасение, возможно. А может быть, чего-то и больше. Попробуйте найти эту идею, как играть черными. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Иначе всех, как говорится, поругаю. До новых встреч. С вами был Владимир Добров. Следим за шахматами. Skidding Open. Вперед. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok